Мы едем по другой дороге на Буковель, только что был очень красивый вид на Хомяк, Синяк, к сожалению, Роксик. Роксик. Мы уже на Буковели. Буковель так называется туристический комплекс для отдыха, а само село называется Поляныця. Вон люди на подъемниках. Ага, мы с другой стороны этого. Тогда мы ехали с той стороны. Детки. Походы из Артека. У нас есть теперь свой Артек. Раньше был в Крыму, сейчас в Карпатах. Я думаю, что детки оттуда. Здесь глаза расходятся влево, вправо, потому что есть что посмотреть и там, и там. Вон комплекс этот. Там и бассейн, и то, и то, и то. Все, что хочешь, но дорого. Многие даже местные жители не то чтобы жалуются, а слышат отзывы от отдыхающих, что дорого, дорого. Мы сюда въезжаем уже третий раз. Чисто интересно. Машин почему-то мало. В те разы мы ехали, проехать было невозможно. Вон какая красота сдается. Те, кто имеют деньги, большие деньги, то, конечно, может ехать и шиковать. Видела в интернете. Жаловались, что чай 50 гривен. Буковели в комплексе. Яблочко заказали 50 гривен. Но это я видела в интернете. Ценник кто-то выставлял. Вон подъемники. Туннельчик. Иностранцам, наверное, нормально отдыхать. Но нашим людям, кто живет в Украине и зарабатывает свои гроши, то особенно тут не пошипуешь. Но все равно, кто хочет, находит время, возможность, находит более места поспокойней, более сдержанней по ценам, по ценовой политике. И все равно отдыхают. Ага, тут это делали. Ого, а там какое столпотворение людей. Что там происходит? Это на подъемник, наверное. Экскурсии. Экскурсии? Машин мало, людей много. Машин мало. Так хорошо, что мало машин. Мы тогда вообще ехали как на местах. Да, наверное, люди автобусами приезжают. Группа с туристами. Стояночка платная. Кто-то говорил, что 50 гривен. Я не знаю, насколько это правда, неправда, не буду ждать. Мы поднимаемся сейчас на верхнюю площадочку. Там стоянка. Оттуда видно хорошо озеро. Озеро тоже не из дешевых. Можно один раз позволить себе чисто... Один день чисто отдохнуть. А чтобы каждый день накладно. Потому что за вход заплати. За топчан заплати. За что там еще заплати полотенце. Там не помню, что еще заплати получается. А озеро само холодное, чтобы вы понимали. Особо там не покупаешься. Плавают там на разных... Боже, какая красота! На велосипеде кто-то едет, там кто-то скачет. Класс! Но этого в прошлом году не было. И там дитё походу наверху. И страшно. И там кто-то скачет. Классно! Ну, очень хорошо, что много разного всего. И развлечений для отдыха. И то, и сё. Ну, блин! Ну... Цены! Многие приезжают, наверное, так как мы. Чисто посмотреть там одноразовую какую-то акцию. Ну... Ага, это со стоянки. Там очень много машин на стоянке. Автобусов. Короче, я поняла. Это привозят сюда экскурсии. А экскурсии привозят, и рэмчи собирают людей в Воровте. И других как бы... Очень много. А да, сегодня суббота, действительно. Мы не ушли. Будем сейчас где-то парковаться. Но стоянка достаточно большая. Это плюс. Мы припарковались в первом же ряду. Тут в конце было место. Ага, там автобусы. Тут в основном легковушки. Ну, вот смотрите на эту картину. Людей практически на топчанах нету. Можно сказать, что нету. Купаться никто не купается. Это не антиреклама ни в коем случае. Я просто хочу людям реально показать картину, какая в самом деле есть. Ну, во-первых, погода сегодня не очень. Сейчас только солнышко вышло. Как бы тепло, не холодно, но свежий достаточно воздух. Сегодня 20 июля 2019 год, если что. Сейчас мы пройдем туда вниз, если возможно. И я вам... Да, Танюша, там укрепляют, и там что-то будет еще. Там он плавает себе на катамаранах. А с той стороны там кафешки всякие. Именно с той стороны озера. Там больше людей тусит. Там разные эти развлечения. Сейчас мы туда пройдем и посмотрим. Значит так, вот вам цены на послуги. У меня тут немножко солнце светит. Я не очень вижу. Я так постою, короче. А вы себе смотрите. Моя Танюша комментирует. Короче, отдыхайте, не хочу. И цены тоже так же. Отличненько. Я специально так держу, чтобы успели просмотреть, что за что. Озеро молодости. ну что смотрим внимательно пусто люди практически только гуляют они вон одна загорает купальнички кто-то даже купается но так как говорится одиничный случай красиво очень красиво и на этом все когда мы были в прошлом году то была просто пешеходная тут тропиночка а сейчас так благоустроили красиво и для велосипедов и для пешеходов это классно вон там водолазик какой-то плавает в масочке в обмундировании так ребятки тут цены на кафешечку вот эту которая здесь но не кафе за бар действительно танюша ну-ка не комментируй и не сей значит так снеданки самый дешевый 99 гривен самый дорогой 125 закуска так закуска 95 самая дешевая и 250 самая дорогая салат 145 195 паста 155 195 ну это минимум-максимум основные стравы 95 275 ну короче смачного кушайте на здоровье он бассейн такой фото зона красиво деревья посажены а там такие вазончики разделительная полоса между пешеходной и проезжей части вон тут еще три человечка купаются основная масса вон видите что делать спустились вниз и зашли на территорию кто в кафешке сидит просто гуляют просто смотрят может быть действительно погода еще не очень хотя при желании можно было бы желание не так уж и холодно но больше почему то хотят посмотреть чем поучаствовать подъемники в прошлом году они не работали с этой стороны так по этим ступенькам поднимаются желающие проехаться на велосипеде туда аж наверх снизу желающих есть там внизу он скачет Тут поднимаются не на велосипедики, а поскакать, вон как висит там кто-то. Как-то называется, джамп какой-то, и все, это две секунды и все, стоит это 250 или 280 гривен, вот это вот два раза ее подняли, маловато Будя. Так, едет на велосипедике там, куда этого отправляют. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я бы к этому всему обмундированию, к нему прибавила бы еще жилеточку на случай, если войдет в воду и парашют на случай, если... ну шучу, конечно шучу. Дима Торзок Так, отсюда кто-то... вот, кто-то будет сейчас прыгать. Там девочка поднималась. Роб джамп. Так, прыгает. Сигнал. Опа! Опа! Дима Торзок Реклама Завлекалочка Реклама Дима Торзок 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 Прекрасно, я сама бы хотела, чтобы у меня были более профессиональные, более четкие, более качественные. Но у меня на это нет времени, возможности и, естественно же, не аппаратуры, а как-то. Ну, камера у меня уже есть, но я почему-то постоянно все равно на телефон снимаю. Это нужно время на обработку, на то, чтобы смонтировать, что-то вырезать, где-то музычку ставить, где-то шум убрать. У меня нет времени, я говорю, я вот так вот бегом сняла, погрузила. Я знаю, что и на мои видео такие непрофессиональные далеко, все равно найдутся люди, которые с большим удовольствием будут это все смотреть. Ну, что мы видим? Да, большинство просто хотят посмотреть и не более. Ага, еще один прайсик, вашему вниманию. Катамарам 15. Ну, в общем, смотрите, короче. Лыжи 500. В общем, доставайте из сусеков все свои заначки. И Айдана Буковель. Здесь велосипеды на прокат. Интересная выездка. Вода-клуб. Иду я потрогаю водичку. Прикольно. Да, прикольно так она стекает. Прикольненько, прикольненько. Облагородили, доремонтировали дорогу. Потому что в прошлом году дорогу ремонтировали. Эту дорожку, она была еще не доделана. А сейчас очень классно идти, потому что не шугаешься машин. Красивые газончики такие. Все выкашено, выстрижено. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!